Всем привет! Это канал ГОТОВИТЬ ПРОСТО и я Ольга Матвей. Сегодня будем готовить очень вкусный обед. Я бы сказала, ресторанный обед. Это драники, фаршированные грибами и мясом, в сливках тушеные. Посмотрите, как вкусно подаются с салатом и помидорами. Вот такая большая порция на одного человека. Всего у нас получится 4 порции из всех продуктов. В общем, это очень вкусно. Готовим и наслаждаемся, как будто мы в ресторане. Хорошо, начинаем! Нам понадобятся грибы. У меня сегодня вот такие грибы. Можно взять любые шампиньоны. Помидоры или помидоры черри, с ними просто красивее будет. Пару столовых ложек муки. Можно взять либо мясо индейки, грудинку, либо курицу. У меня здесь куриная грудка. Соль, перец. Можно любые другие специи по желанию добавить в грибы, если вы хотите. Сливки любой жирности. Чем жирнее, тем вкуснее будет. Картофель. Одна луковица и одно яйцо. Любая зелень. У меня сегодня укроп. И листья салата. Можно взять микс салата. Куриную грудку порежем на небольшие части и отправим на разогретую сковородку. В большой сковородке наливаем немного растительного масла и даем ему подогреться. Не добавляйте мяса, пока масло не разогреется. Теперь нарежем грибы. Грибы не нужно слишком мельчить, потому что их вообще не будет видно. А они должны хорошо чувствоваться. В разогретое масло отправляем грудку. Ее нужно будет мешать, пока не солите. Быстренько мешаем. Огонь где-то средний, чуть больше, чем средний. Чтобы со всех сторон мясо запечаталось. Теперь можно посолить и поперчить. Все перемешаем. И нужно готовить где-то в течение 5 минут. И только потом будем добавлять грибы. Мясо должно быть наполовину готовое. Уменьшить я огонь, чтобы оно не подгорело. У меня прошло минуты 4, наверное. Сюда отправляем грибы. Все нужно посолить вместе с грибами. Я подожду еще пару минут, чтобы начали готовиться грибы. Теперь картофель нужно натереть на крупной терке. Пока готовятся еще наши грибы, с мясом я буду натирать. Когда картофель натерли, сразу сюда я вбиваю одно яйцо. Значит, посмотрите, уже почти выжарились грибы. Теперь сюда отправляем сливки и делаем меньше огонь. Все перемешиваем. Так, теперь все готово. Буквально минуты 3 прокипело, оно протушилось. Теперь отставляем. Обязательно попробуйте, чтобы вам нравилось по вкусу, на соль, на перчик, чтобы вам все было достаточно. Очень явный привкус грибов. Даже вот я мясо пробую, а оно грибами, вот как будто грибы. Класс. Мне всего хватает, я отставляю. Лук. У меня большая луковица. Лук пополам, еще раз пополам. И очень тонко, четверть кольцами вот так нарезаем. Только тонко. Лук добавляем к картошке, но его нужно вот так помять. Вот таким образом, чтобы он был чуть-чуть мягче и разделился на все вот эти вот полосочки. Добавляем немного перчика. Добавляем соли. Немного мускатного ореха. Если у вас его нет, ничего страшного можно не добавлять. И муку. Теперь замешиваем тесто. В итоге у нас получилась заготовка на драннике. Значит, смотрите, если у вас яйца были маленькие, и вы не могли так хорошо перемешать, добавьте второе яйцо, потому что картофель может быть у всех разных, потому что сорт картофеля разный, и яйца по величине разные. Так, теперь будем жарить дранники. Сковородку нужно смазать растительным маслом. Сделаем сразу средний огонь, можно чуть выше, чем средний. Главное, чтобы дранник не горел, а просто подзолотился. Вправляем на сковородку одну часть драников, смотрите, формируя из них лепешечку, вот такую круглую, не шире, не толще, чем сантиметр. Через пару минут переворачиваем на другую сторону. Он должен просто подзолотиться, не ждите, чтобы он прожарился. Он просто должен быть золотистый, красивый. Жарим наши мега-драннички. Всего у меня получается 4 штуки. Они очень сытные, вполне хватает одного дранника, начиненного грибами, на одного человека. Если надо, в процессе жарки драников на сковородке подливайте масло. Перекладываем после того, как зажарился с другой стороны, на противень с пергаментной бумагой. И где-то у меня на противень 2 штуки помещается. Драники отправляем в разогретую на 180 градусов духовку на 6 минут. Салат я покупала уже, вот такой салат, он уже нарезанный. Я его помыла, теперь нужно посушить. Перекладываем салат в блюдо, где будем заправлять. Я солю, добавляю растительное масло, можно оливковое. Добавляем лимонный сок. Добавляем оливковое масло. И нарезаем помидоры. Я покупаю черри, если у вас обычные помидоры, просто мелко нарежьте. Обязательно нужно нарезать немного укропа или любой зелени для подачи. Вынимаем из духовки готовые драники. Перекладываем их на блюдо. Как я делаю. На большую часть драника выкладываем мясо с грибами. Посыпаем зеленью. Выкладываем помидоры. Накрываем второй половинкой драника. Рядом выкладываем салат. Посмотрите, подается вот в такой большой тарелке. И у вас порция большого драника, фаршированного грибами и мясом, с салатом и помидорами. В итоге, посмотрите, какая порция у нас получилась. Она просто огромная порция. Реально можно наесться. Если вас дома так много не едят, делайте драники просто меньше. Их получится больше. Но, в общем, это очень сильно пахнет. Тут просто на всю кухню у меня все пахнет. Теперь пробуем. Отрезаем кусок драника прямо вместе с начиночкой. В общем, буду пробовать сразу кусочек драника с начинкой и с помидорчиком. Знаю, что кусок большой, но что делать? Что хочу сказать. Если вы любите драники, вы просто забудете про классические драники и будете готовить именно вот это. Сверху хрустящая корочка, внутри мягкий картофель. Очень вкусно, знаете, допекать их в духовке. Это крутой вариант. Я, наверное, больше не буду, даже если просто буду делать свои классические драники с зажаркой, с солянкой. Я буду допекать их в духовке. Чуть-чуть сверху обжарили и в духовку. Они не такие жирные, они вообще не жирные. А вкус обалденный. Значит, сливки дают нежность и грибам, и мясу. И я бы сказала, что тут все грибы. Настолько мясо пропиталось грибами. Вот сливки отдали вкус грибов мясу, я бы так сказала. И как будто куча грибов. Очень вкусно. Так, теперь салатик. Значит, легкий салат. Снотка лимонного сока. И все. Не нужно ничего сюда больше добавлять. Тут и так всего очень много. Посмотрите. Абсолютно ничего больше не добавлять. И просто любые листья салата вам даже можно порезать. Или взять микс салатов, тоже будет вкусно. Удивите всю свою семью. И если к вам придут гости, сделайте вот такие драники каждому. Это вообще ресторанное блюдо. Если у вас день рождения, и вы не хотите много там долго выготавливать, я приготовила это очень быстро. Это не занимает много времени, а самое главное, это недорого. А уровень, ого-го, как выглядит. Еще можно какой-нибудь морсик сделать, и все будет вкусно. Хорошо, спасибо, что сегодня были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, готовьте дранники. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Всем привет. Я Ольга Матвей. Я люблю готовить и делюсь рецептами блюд на своем YouTube-канале. О еде с любовью это моя первая интерактивная книга. Здесь 130 лучших рецептов по мнению зрителей канала, а также более 600 пошаговых фото приготовления блюд. Изюминка книги в том, что возле каждого рецепта есть видео. Нужно лишь отсканировать QR-код и перейти по ссылке. Посмотрите, как это работает. Покупайте мою книгу и будем готовить вместе. Субтитры сделал DimaTorzok